Здравствуйте! Это канал Сальсони. И сегодня со мной Сальсони. Доброе утро, друзья, и добро пожаловать в мой блог из Америки. Сегодня у нас понедельник, и мы с Александрой вышли погулять. И она, кстати, ненароком взяла и уснула. Я вообще этого не ожидала, потому что вчера она у меня не спала 6 часов подряд. И я думаю, неужели мы перешли на один сон? Нет, подожди, ты еще маленькая. Но сегодня она спит уже второй раз, и похоже, что, скорее всего, будет и треть. Погода у нас очень классная сегодня. 17, по-моему, градусов, ни жарко, ни холодно, идеально для прогулок. На этой неделе я собираюсь разбирать свой гардероб уже на летний, и у меня есть несколько лайфхаков, о которых я вам расскажу и все покажу. Мы пришли на тренировку к Тиме, и Александра абсолютно не хочет сидеть в коляске. Нам пришлось расцелить тут на трибунах простынку, и она тут сидит и играет, да? Да-да-да. А там Тима тренируется на поле. Сейчас мы с Александрой ходили в Лидл за продуктами, и с нами там приключилось одно интересное событие. Сейчас быстренько расскажу. Я нашла две вот таких досочки на скидках, 30% скидков, то есть скидка, то есть стоила 10 долларов, стала вот 7. И тоже самое вот такая тарелочка. Очень классно. Я обожаю такие деревянные. Что вы думаете? Прихожу я на кассу, начинаю пробивать, и мне выходит цена 9,99 за каждую. Я такая думаю, ну ладно, может быть скидка будет в конце. И понимаю, что время уже платить, а цена так и не уменьшается. Я в этом случае позвала продавца, и он пришел и просто вручную забил мне другую цену. Я вот подумала, это я ходила на селфчикап. То есть я сама себе пробивала продукты и сама смотрела, следила за ценой. И когда я хожу к кассиру, то я никогда так не делаю и не проверяю чек, что там мне пробили. То есть получается, что если бы я не сама сейчас себе пробивала, то я бы на 6 долларов просто переплатила бы. И то есть я почему-то думала, что в Америке такое не случается. Это моя, конечно, глупость такая. Напишите, пожалуйста, мне интересно, вы всегда перепроверяете, правильно ли вам пробили, все по тем ценам, которые были указаны, или вы никогда этого не делаете. Получается, что на нас просто берут вот так и наживаются. Итак, друзья, я сегодня не накрашенная, а это значит, что я решила наконец-то снять для вас видео о моем уходе. Потому что много людей меня об этом спрашивала. Ну, как много? Точно больше пяти. И что для меня это очень даже много. Александра у меня, сейчас покажу, вот здесь сидит. Давайте поскорее начнем, потому что неизвестно, как долго она здесь вообще, в принципе, у нас просидит. Первое, что я использую по утрам, это умывание. Пользуюсь я вот таким, сэрами, наверное, правильно, пенкой для умывания. Пенкой я пользуюсь в основном утром или когда я не накрашенная. Когда я накрашенная... Александрик, я разговариваю. Когда я накрашенная, мне нужно в первую очередь снять косметику, то я использую другой крем. Я использую вот такой балм, то есть это масло, как бы получается, очищающее масло. И называется Take the Day Off. Сними с себя день. Мне кажется, это очень гениальное название, то, что надо. И вот он такой. Он прикольно смывает, но все-таки... Они у нас утро, поэтому мы сначала используем пенку для умывания, чтобы смыть все то, что я нанесла на себя вечером. Дальше мы чистим зубы. Обязательно используем Thief Sonicare. Это самые лучшие зубные щетки. И паста у меня сегодня называется Native. Вот такая. И я ее купила только потому, что я ее увидела у блогеров. В ТикТоке у американских блогеров. Паста неплохая. Я ее еще не распробовала. Итак, чистим зубы. Так, мы почистили зубы следующим этапом. Скажу так, вечером, когда я почищу зубы, то я обычно еще делаю электротоки. Вот таким препаратом. Называется электротоки? Микротоки. Микротоки. Я еще тот косметолог. New Face называется. И мне действительно нравится от него результат. Но у меня утром обычно нет времени, потому что Александра тут ползает, не спит. А вечером она обычно уже спит, когда я умываюсь. Поэтому я делаю массаж им вечером. Дальше мы наносим вот такой вот тонер от Питер Томас Рот. И он вот так вот наносится, мелко дисперсный. Очень приятный, быстро впитывается и неплохо увлажняет. Но у меня никогда не было подобного тонера вот такого распылительного другой фирмы. Возможно, он не самый лучший. Но в принципе неплохой. То есть ничего плохого я про него сказать не могу. Следующим этапом у меня вот такая вот сыворотка от Маняу. 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 Не знаю. В общем, скажу пару слов про эту сыворотку. Эта сыворотка сейчас супер разрекламированная. Все блогеры кругом про нее рассказывают. Рассказывают, какая крутая, с бифидо-комплексом, бифидо-биом-комплекс. До этого у меня была сыворотка от The Ordinary. Напишу потом где-нибудь здесь вставлю, что за сыворотка была. В общем, Александра очень хочет участвовать в видео сегодняшнем. Да? Ты хочешь участвовать в видео? Так вот, эта сыворотка от The Ordinary мне казалась даже лучше, чем вот эта сыворотка. Я жертва маркетинга, и я приобрела ее, эту сыворотку, вот конкретно эту сыворотку, потому что все ее рекламировали и хвалили, но я не вижу в ней ничего плохого и ничего слишком хорошего. Обычная сывороточка, которая вроде как бы увлажняет, а вроде бы как бы ничего особенного она не делает. Следующий этап. У меня вот такой крем от Zainabadge. Это крем под глаза. И я бы не сказала, что он какой-то супер классный, хотя стоит он немаленьких денег, и у меня уже заканчивается. Но, возможно, я какой-то не такой хороший ценитель, как могла бы им быть. Эта фирма сейчас супер разрекламированная, и почему-то все косметологи ее хвалят. У меня не было ничего, кроме вот этого крема под глаза, и он неплохой, но и не какой-то бау сверхъестественный. У меня еще есть куплен следующий после этого. Этот кончается, у меня будет следующий от Shiseido, и мы посмотрим, как он будет себя вести. Дальше начинается самое интересное, то, про что вы как раз-таки все меня спрашиваете, что я там смешиваю на руке. Итак, я купила вот такие вот капельки, бронзирующие от фирмы супер популярной американской. Сейчас все блогеры, вот просто все блогеры только ей пользуются. Называется Drunk Elephant, то есть пьяный слон, смешное название. В общем, это бронзирующие капельки антиполюшен эффекта. И в нем еще в этих капельках комплекс пептидов. Я видела у блогеров как раз-таки, что они эти капельки подмешивают в обычный крем. Они подмешивают в крем этой же фирмы, обычный, Drunk Elephant. Но у меня пока был другой крем от фирмы Medicaid. Витамина Си. Крем мне этот очень нравится. Этот крем я наношу с помощью вот такого шпателька себе на руку. Наносим эти капельки вот так вот в этот крем. В принципе, много не надо. И смешиваем. Крем получается с бронзирующим таким эффектом. Мне нравится, когда у меня лицо такое более загорело. Мне кажется просто, что мне такой эффект загара идет намного больше, чем бледный цвет кожи. Я знаю, что кому-то идет больше бледная кожа. Но конкретно к моему типу внешности загар идет намного больше. И последняя вещь, которую я обычно на себя наношу, последнее средство, это SPF. У меня вот такой от Elta MD. Грязная баночка. Потому что этот крем с тонирующим, тентующим. То есть я не пользуюсь никакими тональниками. Я пользуюсь только кремом с SPF. Я заказала уже новый. Этот у меня почти закончился. Буквально вчера я гулялась в Александре и не нанесла SPF себе на плечи. У меня сгорели плечи благополучно. Но ты сделал это все. Видите, не так уж и много. Вы говорите, вы там мажетесь, вы там мажетесь. Не так уж и много. Просто минимум, минимум. У меня нет много времени. У меня вот тут Александра устраивает мне развлечение. Буду рада, если вы мне порекомендуете какие-то классные средства, которые вы используете и вам очень нравятся. Я всегда открыта к чему-то новенькому. Сейчас уже вечер, и мы вышли с Александрой погулять. На самом деле, каждый раз, когда я начинаю записывать видео, Александра начинает визжать. Буду снимать тебя тогда, раз ты хочешь посниматься. В общем, сейчас наконец-то на улице попрохладнее. Время уже полседьмого. И можно спокойненько погулять без вот этого вот ужасного пекла. Вот наш райончик такой. Это прямо около нашего дома. Мы живем в одном из таких домов. Просто хотела рассказать, насколько я являюсь жертвой маркетинга. Вчера в ТикТоке буквально вечером я увидела, как девушка купила своей дочке такой милый бантик на голову. У Александра целая коллекция бантиков, но там такого у нас нет. Он более крупный. И она написала, что она купила это в Old Navy. Что вы думаете? Я в этот магазин обычно не хожу, хотя, как выяснилось, зря. Там сегодня было очень много миленьких вещей. Мы туда судорожно собрались и поехали сегодня. Сегодня купили там эти бантики на голову. Так что теперь у Александра будут новые бантики. Очень миленькие. Напишите в комментариях, если вы тоже так же ведетесь на рекламу, как и я. Чтоб мне не было так обидно, что я один такой лох. Всем приветики, друзья. Опять из машины. Сегодня пятница, наконец-то. И я ездила, продала Александре качельку, которой она уже не пользуется. Купила за 50 долларов с рук. Тут каковид, называется Marketplace на Фейсбуке. И продала за 50 долларов. Вот. Для детей вообще цена не падает. Обещаю. И пользуешься совсем немножко. И, в принципе, ничего не портится. Вот. И я встречалась с девушкой около магазина, трейдер Джоус. Наверняка вы кучу раз слышали от блогеров про этот магазин. Он такой супер популярный, американский. Этот магазин находится довольно-таки далеко от моего дома. То есть вот я ехала сейчас сколько? Минут по 17, по-моему, было. Я сюда езжу, режу. Достаточно редко. Но там продаются очень прикольные вещи, которые больше... Очень прикольные продукты, которые больше не продаются ни в одном магазине. То есть прямо их продукция. Вот. И сейчас я приеду домой. Вот там у меня стоят уже пакетики. Два пакетика. Покажу, что я купила. Самое интересное. Если вы знаете, хожу по магазину. Обычно всегда захожу, например, в Лидл или в любой другой магазин, который я всегда хожу. Быстро такая хоп-хоп-хоп-хоп. Все, пять минут готово. Вся тележка пошла заплатила. Тут я хожу, смотрю, что бы взять. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно. Вы любите ходить по магазинам, в которых уже дорожка протоптана? Либо вы любите исследовать что-то новенькое? Новые продукты, новые магазины? Я, если честно, если это какой-то огромный магазин, меня бестит. Я не знаю, где что лежит. Меня это раздражает. А здесь магазин небольшой. И, в принципе, очень удобно. Все расположено. Все понятно. Итак, что мы купили в Trader Joe's? Вот такие круассаны. Они замороженные. Будем их готовить. Может быть, выходные, да, Филь? Кормдоги. Это сосиска в тесте, по-русски говоря. Дальше купили вот такой лимонад. Но мы еще его не попробовали. Надеюсь, что он вкусный. Одну... Как это называется? Грейпфрут. Да. Дальше. Что-то я дальше купила. Уже просто как этот. Думаю, так, возьму попробовать. Мороженое какое-то. Айс-крим. Дальше. Маршмайлоу в шоколаде. Не знаю, зачем я это взяла. Вещь, которую я всегда беру в Trader Joe. Это меренги. Очень вкусные. Обожаю меренги. Следующая вещь, которую я взяла, это вот такие из гранолы печеньки. Попробовать. А, и еще я забыла. Я взяла молоко там. Но я не буду показывать и вот такую пиццу. Сыр и томаты. Вот, значит, столько я всего купила. Ягоды еще. И мне вышло на 83 доллара. Друзья, буквально вчера нам пришло сообщение от подписчика, чтобы мы рассказали про уровень Тиминого английского и про его акцент. Сложно или легко было выучить язык. Сейчас мы вам кратенько об этом расскажем. И даже, наверное, Тимофей нам об этом расскажет. Да. Давайте расскажи нам, быстренько, во сколько ты переехал в Америку? Во сколько тебе было лет? Восемь лет. И он абсолютно не знал английского языка, кроме элементарных фраз, там... Hello, how are you? How are you? Да. И мы, сумасшедшие родители, сразу отправили его в школу. Там тебе выделили учительницу. Расскажи. Ну, репетитор, который проходил английский больше. Все время... Я все время была просто с ней, потому что я не мог никакие уроки делать. Просто я мог рисовать даже иногда, просто не делать уроки. Ну, потому что я не знал, что делать. Не понимал, да? Я не могу понимать, я не могу понимать, о чем урок, поэтому я просто рисовала почти в течение дня. Да, вот Дим приносил просто стопки рисунков, что он нарисовал в течение дня. Но учительница, которую вот ему выделили, которая занималась с ним отдельно английским, она его хвалила. Она вообще была очень милая. Да, была... А когда, через сколько ты начал уже более-менее понимать язык? Через какое время? Ну, вот если я переехала, например, во втором классе... Первый год во втором классе ты вообще ничего не понимал? Да, в втором классе, третий... Я бы сказала больше, чтобы я понимала уже. В четвертом классе примерно, в 52 года примерно я начал хорошо... То есть спустя два года, когда мы уже переехали вот в Ричмонд, где мы сейчас живем, Тима пошел в школу, и здесь, в четвертом классе, он уже начал... Сейчас я печеньку... Печенька кончилась, печенька молчания. Итак, быстренько у нас есть немного времени, еще три минуты. Итак, значит, в четвертом классе Тима наконец-то начал что-то понимать по-английски, и у него стали оценки намного лучше. В пятом классе... Нет, и, кстати, в конце четвертого класса учительница порекомендовала Тиму... Она поняла, что он уже хорошо разбирается в математике, и она его на пятый класс порекомендовала уже даже в углубленную... В класс с углубленным изучением математики, да, ведь? Да, но там же говорили, что у класса материалов. Да, то есть в пятом классе Тима уже проходил шестой класс. В пятом классе Тима вообще уже, по-моему, все понимал по-английски. Нет, он мне еще говорил несколько раз, я помню, что... Если он что-то не понимает, то учительница подходит и объясняет тебе дополнительно, да? Ну, да. Ну, нет, я просто к нему очень много подходила сам и спрашивала вопросы. Да, да, в этом году намного этого меньше стало. Ну, меньше в прошлом, потому что больше понимаю, да. В этом почти в меня году нет вообще никаких проблем с английским. Ну, конечно, иногда бывает, там, раз в день, ну, год в 8. А каким предметом в основном бывает, что ты можешь... Ну, английский. И еще вообще английский и... Как это? Social science? Science? Ну, так и говори, science. Science – это смесь химии, физики, биологии. У них все время разные направления. Да, это как бы это все один предмет. И это сложно учить достаточно на английском, видимо, потому что... Да, ну, это тоже не проблема. Нужно широкий словарный запад для этого. То есть сейчас, спустя 4 года в Америке, Тимофей может сказать о полноценной учебе в школе, там, почти круглый год, плюс еще тренировки, общение с друзьями. Наконец-то сейчас, в 6-м классе у Тима хорошие друзья появились. Мой английский намного хуже, чем Тимин. И это миф, что когда ты переезжаешь в Америку, ты очень быстро учишь язык. Нам все так говорили, мы думали, о, мы сейчас переедем, а сейчас заговорим. Нет, мы до сих пор с мужем плохо говорим по-английски, особенно акцент. Это намного хуже нам дается во взрослом. Да-да-да. Во взрослом возрасте, чем, например, Тиме. И подписчик просил сказать тебе что-нибудь по-английски. Можно не есть печенье, но сказать по-английски что-нибудь? Так вот, тебя не кормят, надо на камеру, хотя у кого-то не отбирают печенье съесть. Hello, my name is Tim, I go to middle school, my favorite sport is football. What is your favorite soccer player? Football player, sorry. Это была минутка английского языка от Сони и Тимофея. Сейчас покажем мы, какой у нас бэкстейдж сейчас будет, что у нас делает Александра. А здесь Александра. И секрет ее молчания была печенька. Да, Александра? Ты съела печеньку? Ты съела печеньку? Ой. Ты съела печеньку? Признавайся. Друзья, сейчас мы попали в мою гардеробную. И это не какая-нибудь там фэшн-лаборатория, где все разложено по полочкам. Да, у меня есть бардак. И я даже, в принципе, не очень-то этого стесняюсь, потому что, ну, как есть, так и есть, как говорится. Я для чего вас сюда сейчас пригласила? Для того, чтобы показать, как я обычно разбираю гардероб перед летним или перед зимним сезоном. Так вы можете заметить, я уже кое-какие вещи достала, например, вот летнюю кокточку с коротким рукавом, потому что мы ездили во Флориду, и во Флориде, как вы понимаете, было жарко. Когда у нас сейчас 30 градусов, ну, сегодня 26, то есть, в принципе, это время для того, чтобы... Как это? Время перемен. Итак, давайте вместе сейчас это сделаем. Итак, первый лайфхак, который у меня есть, это две такие большие коробки, на которых написано «Соня зима» и «Соня лето». И я туда убираю вещи, которые не по сезону. Как вы можете заметить, здесь у меня в основном свитера и водолазки, которые я, конечно, уже сейчас не буду носить. Итак, что я делаю в первую очередь? Я убираю вещи, которые я точно не буду носить в течение лета. Первая такая вещь — это, например, свитер вот такой. Вешалку я... Господи, пол бы стукнула. Вешалку я буду кидать на пол, потому что я потом на неё буду вешать новые вещи летние. Самое крутое — это то, что ты забываешь о том, какие вещи у тебя есть. И когда ты открываешь эту коробку с вещами, которые были убраны, и ты находишь что-то новое, психологически тебе кажется, что у тебя новая вещь. В общем, в итоге я вот так все вещи складываю в эту коробочку, точнее, в этот бокс. И затем... Это, кстати, киевский бокс, но я думаю, что такого можно много где найти. Закрываем. И всё, убираем это наверх до лучших времён, холодных времён. Ну что, друзья, на этой замечательной ноте я пошла раскладывать дальше вещи. А вам я говорю большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на меня, если вы ещё не подписаны. Ставьте лайк и, пожалуйста, пишите комментарии. Я всегда очень-очень радуюсь вашим комментариям и стараюсь на все отвечать. И пока-пока!